Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте. Сегодня пятница, 12 мая. У микрофона Алексей Сорокин. В утреннем эфире вы услышите. В июне приступит к работе филиал Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В связи с этим будет создан Институт социальных координаторов. В ближайшее время они пройдут обучение в Казани, а затем приступят к своим обязанностям. Социальные координаторы будут заниматься индивидуальным комплексным сопровождением ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. Чекалинское озеро – удивительный памятник природы Ульяновской области. Находится оно в Кузаватовском районе. Вода в нем абсолютно чистая и прозрачная. Отдых на берегах озера считается хорошим вариантом для проведения выходного дня. Этот великолепный уголок – настоящий подарок природы. К тому же берега озера – это место произрастания редких лекарственных трав и ценных пищевых растений. Насморк, слезотечение, чихание и кашель – симптомы аллергии на пыльцу или полиноза. Прием пробиотиков, как и изменение рациона питания, не поможет полностью избавиться от симптомов. Но, тем не менее, специалисты выделяют ряд продуктов, потребление которых стоит увеличить во время сезона цветения растений. Их перечислит главный терапевт Ульяновской области Надежда Рогожина. Открывает утреннюю программу мой коллега Евгений Слюняев. Он расскажет о знаменательных событиях и интересных фактах, произошедших в этот день. Исторический хронограф Здравствуйте! Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. В России и многих бывших республиках СССР отмечают День экологического образования. А еще сегодня – День Луганской Народной Республики. В разные годы истории 12 мая происходили следующие события. В 1570 году указом царя Ивана Гроздова основано Донское казачество. С 12 мая 1731 года началось судоходство по Ладожскому каналу. Создание Ладожского канала стало третьей по масштабу крупной стройкой эпохи императора Петра I после строительства Санкт-Петербурга и Кронштадта. 12 мая 1944 года полным освобождением Крыма завершилась Крымская наступательная операция советских войск в Великой Отечественной войне. 12 мая 1946 года в Астраханской области создан ракетный полигон «Капустин-Яр». 12 мая 1961 года советский гроссмейстер Михаил Ботвинник в матче-реванше победил своего соотечественника Михаила Таля и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам. В 1975 году в этот день на экраны нашей страны вышел фильм режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за родину» по роману Михаила Шолохова. И в этот же день, но в 1980 году в Советском Союзе состоялась премьера фильма режиссера Александра Митты «Экипаж». Специальный репортаж В Ульяновской области появятся социальные координаторы для участников СВО. Об этом стало известно на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона. До 1 июня соцработники пройдут обучение и приступят к работе в фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Кандидаты уже подобраны и с ними уже проведено предварительное тестирование. По словам министра социального развития Анны Тверсковой, Институт социальных координаторов появится в регионе к началу лета. Деятельность социальных координаторов предусмотрена указом президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 года номер 232 создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Согласно указу, в обязанности координаторов будет входить индивидуальное и комплексное сопровождение ветеранов боевых действий, которые участвуют в специальной военной операции, а также членов семей погибших ветеранов СВО. Во исполнение поручения президента филиалы фонда «Защитники Отечества» начнут свою работу в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и в Ульяновской области, не позднее 1 июня 2023 года. В настоящее время оперативно решаются организационные вопросы формирования инфраструктуры, социально-медицинской и иной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Каждому региону определена квота для приема на работу социальных координаторов. В Ульяновской области квота определена в количестве 40 человек. В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации опубликован проект документа, который устанавливает требования к социальным координаторам. И на сегодня это должны быть претенденты с высшим образованием или со средне-специальным образованием, а также имеющие опыт работы не менее трех лет, в том числе не менее года с людьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На сегодня у нас претенденты на должность социальных координаторов отобраны в соответствующие с требованиями Минтруда России. Они прошли предварительное тестирование и в ближайшее время, вот с 15 по 19 мая, они будут направлены в город Казань для прохождения обучения. 40 координаторов мы подобрали, 12 из них будут работать в городе Ульяновский и 28 в иных муниципальных образованиях, то есть в каждом муниципальном образовании будет свой социальный координатор. Кроме наших социальных координаторов, также на базе Казанского федерального университета будут обучаться социальные координаторы из Удмуртии, Перми, Татарстана и Башкортостана. То есть на федеральном уровне принято решение распределить по разным городам и направлять туда на обучение. Министерством социального развития совместно с Министерством транспорта Ульяновской области будет организована доставка социальных координаторов к месту прохождения обучения обратно. То есть 14 мая они поедут в город Казань и 19 мая вернутся обратно. Также на заседании штаба по комплексному развитию региона подвели предварительные итоги участия ульяновцев в международной акции «Сад памяти». Эта акция – дань памяти всем, отдавшим свои жизни на фронте и в тылу. Прошла она во всех лесничествах и муниципальных образованиях Ульяновской области уже в четвертый раз. Подробнее расскажет министр природных ресурсов и экологии Ульяновской области Гульнара Рахматулина. В целях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в 2023 году прошел четвертый этап международной акции «Сад памяти». Акции проходят при участии Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология». Организаторами акции выступили «Онос от памяти» Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы и волонтеры леса», а также Фонд памяти полководцев «Победы» при поддержке фонда президентских грантов. Основная цель эколого-патриотической акции – это высадка деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войне. На территории Ульяновской области акция прошла во всех муниципальных районах и лесничествах области. Всего на сегодняшний день на территории лесного фонда высажено более 138 тысяч деревьев. На площади 20 гектар в мероприятиях приняло участие более 2,5 тысяч человек. 21 апреля 2023 года Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области в Индинском районе было организовано и проведено центральное мероприятие акции при участии главы администрации Индинского района, сотрудников Минприроды Ульяновской области, жителей Индинского района, школьного лесничества «Клинок», волонтеров и федеральных учреждений «Рослесзащита» и «Рослесинфорга». Участниками акции была проведена посадка 7900 единиц лесных культур сосны обыкновенной на площади 1,2 гектара. Хочу выразить слова благодарности всем работникам лесничества, арендаторам лесных участков, волонтерам и гражданам за их участие в природоохранных мероприятиях. В следующем году мы обязательно присоединимся к акции «Сад памяти» и активно все Ульяновские области продолжим высаживать наш «Сад памяти». Кроме того, лесным комплексом завершен лесокультурный сезон. Всего высажено 12 миллионов штук сеянцев сосны на площади 1300 гектар. Кроме того, мы продолжаем агроуходы на запланированной площади 9700 гектар. 4 тысячи уже уходов прошли. Кроме того, мы проводим дополнение культур на общей площади 2700 гектар. 1900 гектар мы уже завершили. Также на территории области действуют питомники с открытой корневой системы на площади 14 гектар. Общее количество сеянцев сосны обыкновенно составляет 15 миллионов штук. Таким образом, мы полностью обеспечены своим посадочным материалом. Кроме того, на сегодняшний день на территории области также действуют два питомника с закрытой корневой системой. Также данными сеянцами мы обеспечены на всю территорию Ульяновской области. Второй лесокультурный сезон мы приступаем где-то с октября текущего года. Также министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина рассказала о борьбе с гусеницами непарного шелкопряда. На организацию санопработки выделено 8 миллионов рублей. С помощью опылителя будет обработана большая часть лесов. А в местах, где химикаты распылять нельзя, личинки насекомых будут собирать вручную. В прошедшем 2022 году на территории всего Приволжского федерального округа была зафиксирована вспышка непарного шелкопряда. Министерством совместно с Рослеззащитой в сентябре месяце проведен мониторинг очага заражения. На сегодняшний день Федеральным агентством лесного хозяйства до Ульяновской области доведено финансирование в размере 8 миллионов рублей на обработку 3662 гектар. Подрядная организация выбрана и с 11 по 15 мая будет проведена наземная биологическая обработка препаратом липидоцит на территории Новочеремшанского и Мелькесских лесничеств. Кроме того, мы уже приступили к мониторингу и обследованию лесных участков на территории Маньского, Ульяновского, Теренгульского, Сенгелеевского и Мелькесских лесничеств. И по итогам мониторинга также приступим к обработке. Компания уже прибыла в Ульяновскую область. На прошлой неделе мы провели работу с представителями, кто работает с пчелами, чтобы предупредить, чтобы не было негативных последствий. Компания уже работает не первый год, обрабатывала на территории Республики Башкортостан в прошлом году. Отзывы о них хорошие. Кроме того, работа будет проводиться под осмотром рослезащиты. Это федеральное бюджетное учреждение рослезхоза. И в том числе, конечно, наше лесничество. И в прошлом году, в сентябре-октябре месяце, мы провели примитивные меры там, где запрещена обработка. Это особо защитные леса. Мы провели нефтевание и ручной сбор яиц и складок. Кстати, в этом году обнаружены новые очаги распространения вредителя, непарного шелкопряда, в Маинском, Радищевском, Сенгелеевском и Ульяновском лесничествах. Там будет проводиться лесопатологическое обследование для того, чтобы планировать обработку на 2024 год. В Самаре прошли Кубок России и всероссийские соревнования «Юность России» под Хэквондо. Отличились ульяновские спортсмены, завоевав четыре первых места. Евгений Горшков среди ветеранов и Ксения Митрюшкина, Алексей Скворцов и Артем Арутюнян среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптивному тхэквондо. Самый юный участник ульяновской команды Кирилл Батяев, шесть лет, занял второе место в фестивале цветных поясов в рамках Кубка России под Хэквондо. В городе Козьмодемьянск проходили игры 44-го открытого турнира по волейболу среди девушек, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В турнире принимали участие команды Республики Марий-Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Кировской, Ульяновской и Пензенской области. После упорной борьбы места распределились следующим образом. Первое место команда Козьмодемьянска, второе место команда Нижний Новгород, третье место команда Ульяновской области. Всего в турнире принимало участие девять команд. Лучшим игроком команды Ульяновской области признана Алена Захарова, воспитанница детско-юношеской спортивной школы Меликевского района. Команда Орион по спортивной аэробике под руководством тренера-преподавателя Екатерины Николаевой успешно выступила на всероссийских соревнованиях планета аэробика в Уфе. В возрастной категории 18 лет и старше спортсменки заняли первое командное место. В составе трио Валерия Пушкарева заняла второе место, а в составе группы Валерия завоевала золото. Ульяновец Сергей Сергеев стал серебряным медалистом Кубка России в беге на 10 тысяч метров. Медаль он завоевал в Москве на стадионе «Салют Гераклеон», где проходил второй этап серии профессиональных спортивных соревнований. Сергей уступил лишь Андрею Лейману и завершил забег с результатом 29 минут 43 секунды. 14-летняя Валерия Клейменова завоевала третье место на первенстве России по шахматам среди юниорок до 21 года. Турнир проходил в Москве. Валерия должна была соревноваться со своими ровесницами. Однако в тренерском штабе областной команды посчитали, что проку в этом будет мало. Ведь три предыдущих первенства Клейменова выигрывала очень уверенно. Ее высокий рейтинг позволял играть даже среди 21-летних шахматисток. Именно в эту группу и пригласили Валерию организаторы. Вместе с ней за звание чемпионки бились еще 9 лучших шахматисток страны. И Валерия была самой младшей из них. На озере Тургаяк около города Миас состоялся восьмой этап Кубка России по зимнему плаванию и одновременно чемпионат Челябинской области. В соревнованиях приняли участие более 175 спортсменов из 18 регионов России. 30 городов. Ульяновск представляли спортсмены. Маржи Федерации зимнего плавания Ульяновской области в составе 7 человек. Наши спортсмены завоевали 29 медалей. Золотых – 18 медалей, серебряных – 10 и одну бронзовую. Анна Барбитова – 7 золотых медалей. Анна Пшеничного – 6 золота и серебро. Антонина Жуковская – 6 серебряных медалей. Юрий Сапужников – 5 золотых. Владимир Кузьменко – 3 серебряных медали. И Дмитрий Белов – бронза. В спортивном комплексе «Торпеда» состоялся открытый чемпионат города Ульяновска по жиму и жиму классическому. В соревнованиях приняли участие более 80 человек из 8 клубов города и области. Среди мужчин в жиме не было равных Вадиму Тишкину, который зафиксировал 317,5 килограммов в абсолютной весовой категории. Среди женщин абсолютной чемпионкой стала Диана Замалдинова, которая выжила лёжа 140 килограммов. В классическом жиме среди мужчин в абсолютном первенстве победил Егор Хуторов. В весе до 74 килограммов он выжил штангу весом 180 килограммов. Среди женщин в классическом жиме в абсолютном первенстве отличилась уже упомянутая Диана Замалдинова, которая при весе 71 килограмм покорила штангу 110 килограммов, установив новый рекорд области. Наш край Ульяновская область На юго-западе Кузоватовского района находится один из интереснейших природных объектов Ульяновской области. Озеро Чекалинское. Оно расположено в 4 километрах к северо-западу от села Лесное Чекалино Матюнинского лесничества среди соснового леса Черничника. Озёрная впадина образовалась на водоразделе Ректомышовка и Темрязянка среди песчаных пород. Склоны вокруг озера очень пологие. Заболачивание озера происходит одновременно двумя путями. С северной, северо-восточной, восточной и частично южной сторон происходит нарастание сфагновой сплавины. В остальной части озеро заболачивается обычным способом – путём зарастания со дна. Площадь водного зеркала вместе с заболоченным пространством составляет 40 гектаров, площадь сплавины – около 7 гектаров. Ширина сплавины колеблется от 20 метров на юго-востоке до 100 метров на северо-востоке. Она образована корневищами травянистых растений и сфагновыми мхами. Сплавина является местом произрастания редких, лекарственных и ценных пищевых растений. Среди них вахта трёхлистная, росянка круглолистная, английская и обратно яйцевидная, гамарбия и клюквоболотная. Особый интерес представляет встречающийся здесь очеретник белый. В предволжье известно лишь четыре достоверных местонахождения этого вида. Очеретник – растение из семейства осоковых. Он имеет оригинальное беловатое головчатое соцветие и узкие листья. На Чекалинском озере очеретник белый встречается довольно обильно, образуя очеретниково-клюквенно-сфагновую ассоциацию. Необходимо отметить, что на сплавине хорошо развита и прекрасно плодоносит клюква. Для всех ассоциаций сплавины характерен ровный микрорельеф и довольно высокое стояние уровня грунтовых вод. На водной поверхности озера Чекалинское имеются многочисленные островки растительности, состоящие из осок, тростника, сабельника и рогоза. Среди представителей флоры прежде всего необходимо указать и кувшинку чисто белую. У края сплавины часто встречаются горцы, ордесты, пузырчатка. Растительность переходной зоны имеет очень пестрый характер. Здесь встречается много лесных и луговых видов. Обильны ивы, пятитычинковая и корзиночная, та самая, из которой обычно плетут самые крепкие корзины. Из травянистых растений обычные мята полевая, ситники, камыш, веник наземный и сероватый, рогоз узколистный. Почему в одной части озера зарастается одна, а в другой нарастает сплавина? На этот вопрос можно ответить так. Сплавина, как правило, развивается там, где сразу же от берега значительная глубина мешает развиваться таким пионерам зарастания, как камыш, рогоз, осоки, тростник, и где водоем или его часть защищен от ветра. Возможно, что именно с этими причинами связано наличие сплавина в восточной части озера и ее отсутствие в западной. Таким образом, через некоторое время озеро Чекалинское в своей западной части превратится в болото низинного типа, тогда как восточная часть разовьется в типичное верховое болото. В зарастающей западной части озера также много ценных в хозяйственном отношении видов. Среди них тростник, рогоз, камыш. Корневища тростника и рогоза – прекрасный пищевой продукт. В молодом возрасте их можно есть сырыми. Осенью – в печеном, вареном и жареном виде. Они содержат значительное количество крахмала, много сахара и белка. Из муки, полученной размолкой сухих корневищ, пекут хлеб. Из рогозовой муки еще в прошлом веке в Астрахани пекли знаменитые бисквиты и пряники. Кроме того, рогоз, тростник и камыш – прекрасный материал для плетения грубых подстилок, а также для изготовления самой высококачественной бумаги. Озеро Чекалинское утверждено памятником природы решением Ульяновского обл. Исполкома от 3 мая 1988 года. Однако и озеро, и особенно прилегающие леса испытывают довольно значительную антропогенную нагрузку. На сплавине местными жителями сдирается сфагновый мох. Им конопатят стены домов. При этом, естественно, нарушается целостность растительных сообществ. При сборе клюквы вытаптывается сплавина. Причем сбор ее ведется, как правило, в недопустимо ранние сроки – в августе. При таком раннем сборе теряется 2 трети ее урожая. И хранить такую клюкву нельзя. Она еще совсем не спелая. Сильно нарушен сосновый лес и вокруг озера. В основном из-за сбора местными жителями черники. Причем ведется этот сбор часто самым варварским способом. Чтобы не обирать ягоды, вырываются целые кусты черники с корнем. Известно, что черника – кустарник, живущий до 40 лет. Оплодоносить она начинает лишь в 15-18 лет. Необходимо это помнить каждый раз, когда срываешь спелую ягоду черники. Озеро Чекалинское, как один из замечательных памятников природы Ульяновской области, заслуживает самого серьезного внимания к его охране. Прежде всего, необходимо уменьшить антропогенную нагрузку на окружающие леса. Не допускать вырубку леса в радиусе не менее 500 метров от озера. Рекламентировать сбор ягод вокруг озера и на самой сплавине. Так что главная задача – сохранить этот уникальный природный объект – Чекалинское озеро. Добраться до озера довольно не так уж и сложно. Нужно проехать село Красная Балтия по трассе Ульяновск-Новоспасская и свернуть прямо в лес. А вот по какой тропе проехать – либо надо спросить у местных, либо положиться на везение. Лесная дорога местами разбита, так что не на каждой машине можно проскочить, особенно в сырую погоду. Дорога упирается буквально в берег озера. И слева, и справа вокруг имеются многочисленные стоянки. С вами Наталья Кузина и региональный центр общественного здоровья. А ведь есть люди, которые весне не рады, для которых весна с началом цветения деревьев и трав доставляет только муки и страдания. Насморк, заложенность носа, чихание, покраснение глаз, отечность век, першение в горле, приступообразный сухой кашель – всё это проявление полиноза, реакция на пыльцу растений. В Европейской части России уделяют три основных периода цветения растений с пыльцой, обладающие аллергенными свойствами. Когда цветут деревья – с апреля по май, когда цветут злаковые – с конца мая, весь июнь, и когда цветут сорные травы – весь август. И хотя самоизлечения от полиноза, как правило, не происходит, всё-таки есть диета, которая поможет облегчить страдания. При аллергии к пыльце деревьев исключить или сильно ограничить косточковые плоды, мёд и продукты пчеловодства, орехи, сырые овощи, зелень. Строго запрещено применение фитопрепаратов. При аллергии к пыльце злаковых – тоже большой перечень продуктов, которые нужно исключить из питания. В основном это всё, что производится из зерна, водка в том числе. То же самое и касается диеты при аллергии на сорные травы. Много чего нельзя. Даже лекарства корвалол и валокордин. Слушаем главного терапевта Ульяновской области Надежду Рогожину. Что же можно сделать, чтобы облегчить эти симптомы? Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Именно врач проведёт необходимый минимум обследования при необходимости отправить к врачу аллергологу-иммунологу. Наиболее радикальный и эффективный способ избежать обострения сезонной аллергии – это временная смена климатической зоны. Проще говоря, если вы можете куда-то уехать в разгар цветения именно ваших аллергенов, лучше сделать это. Если не получится уехать, то нужно организовать свой быт и распорядок дня таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с пыльцой. Вы должны ограничить время пребывания на открытом воздухе, избегать выездов на природу, держать окна закрытыми – это касается и автомобиля, и помещения. Установить дома системы для очистки и фильтрации воздуха, использовать специальные сетки на окна, ежедневно проводить влажную уборку. Вернувшись с улицы, обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду, проплощите рот, промойте глаза и нос. Избегать употребления в пищу свежих фруктов, орехов, зелени, специй, кваса, мёда. Нежелательно применять фитотерапию, то есть лечение травмами и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты. Необходимо отслеживать концентрацию пыльцы и аллергенов в окружающем воздухе при помощи специализированных ресурсов в интернете и мобильных приложений. Каждый год цветение растений может начинаться и заканчиваться в разное время, в зависимости от погодных условий. И вне сезона цветения растений вести активный образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, получать как можно больше позитивных эмоций и впечатлений. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Согнуть руки в локтях или в локтях? Где ударение в этом слове? Правильно, в локтях. В русском языке слово «локоть» имеет несколько значений. Первое – часть руки на месте сустава, который позволяет ей сгибаться. Второе – часть рукава одежды. Третье – старинная мера длины. А еще это слово часто встречается во фразеологизмах. Чувство локтя, кусать локти, работать локтями и так далее. Как же правильно их произносить? Все просто. Надо ориентироваться на начальную форму слова. Ударение, как и в именительном падеже единственного числа «локоть», всегда будет падать на первый слог, без каких-либо исключений. Поэтому да, согнуть в локтях чувство локтя, удариться локтем. И никак иначе.